Всем привет! Это товарищ Сафронов и у меня продолжается такой некий марафончик Фикс Прайс. И сегодня не исключение много игрушек, но и не только Фикс Прайс, я показываю на канале. Вы ставите большие пальцы вверх, я снимаю для вас много разных видео, вы можете всех увидеть во вкладке видео, посмотреть YouTube, оповещение не присылает, поэтому поддержите лайком и зайдите, посмотрите, какие видосы вы пропустили. И у нас сегодня вы поняли по картиночке интересненькое что-то из Фикс Прайса, а точнее это некий плагиат, фейк, но иногда это бывает и неплохо, в Фикс Прайсе в том числе. Так что давайте смотреть на забавные шарики. Два вот таких набора, внезапно я увидел, большой и маленький, оба 200 рублей, и стоит к ним присмотреть, что же они себе представляют, стоит ли их взять, особенно сейчас, когда экономия не помешает. В данном случае это называется конструктор забавные шарики, а во втором это называется иначе, как, чуть узнаем позже. Аксессуары и шарики легко липнут друг к другу и так далее. О, вот с этой стороны мы видим конструктор, забавные шарики. Надувные фигурки станут участниками веселых сюжетных игр. Шарики и аксессуары липнут друг к другу. Мы помним, что у меня были такие шарики оригинальные, я показывал, обзор на них делал, и на большой, и на маленький набор, в принципе, были прикольные. Поиграться не долго, но поиграться в это можно, и в целом это довольно забавная фигнюшечка, особенно если она вот будет стоить 200 рублей. Правда, у меня подозрительно, что здесь вскрыт скотч, что-то отсюда, может быть, пытались украсть, или забрать, или что-то вывалилось. Не знаю, мы посмотрим в процессе. Открываем первый набор, смотрим, тут счастливые дети, точнее, озадаченные. Это девочка и веселый малой, такой хитрый. Вот здесь, правда, меня единственное, что смущает, что все, что здесь нарисовано, оно реально нарисовано. Это не какие-то там фоточки, это прям рисунки. Ну вот, надуйте шарики до нужного размера, украстьте забавными аксессуарами, и все такое. Вау. О, начало уже что-то выпадать у меня. А, это было как в оригинале. Вот, это были как в оригинале липучки, на которые основываются шарики. Вот здесь вот такое вот. Дальше здесь куча глазиков. Так, что еще? Непосредственно сами шарики. Но вы знаете, пока они выглядят очень похоже на то, что было в оригинале. Вот эти вот пумпушечки, пумпушечки такие. Не знаю, посмотрим. Прям выглядит, конечно... Ну, кто-то скажет, что весьма странно. И, конечно, здесь они такое расположение. Просто их сюда насыпали, смотрите. Их просто сюда насыпано. Так. Вот шарики. Еще шарики. Просто здесь реально россыпь. Ну, потому что они имеют свойство лопаться, сдуваться и всякое такое. Еще шарики. Цвета, кстати, прикольные. Слушайте, не знаю, как они будут выглядеть надутыми. Но прикольно. О, а это другой формы. Кстати, смотрите, это круглый шарик. Круглый шарик. Пока они похожи просто на резиновые такие фигурки. Ну, просто как прилипалы. Вот. Ну, по сути, это и есть надуваемые прилипалы, наверное. Может быть, даже таковарик назвать. Так, а еще что? Вау! А вот такого я... А, нет, я тоже видел. Это части. Части тела. Типа всякие. Это языки. Это ушки. Это рожки. Ножки. И всякое такое. Дальше. Неужели этот набор только с аксессуарами? Интересно. Здесь вот еще шарики розовые. Еще немножко розовых шариков вывалилось отсюда. А здесь еще другие аксессуары. Тоже какие-то различные другие элементы. Так, розовые шарики закидываем обратно. Я, правда, не знаю, со временем они засыхают или нет. Я просто представляю. Я помню, как мало было этих шариков в оригинальном наборе. Ой, я надеюсь, что они подойдут к оригинальному набору. Только я не уверен, что я его найду. Но попытаюсь поискать. Может быть. Или это будет уже в отдельном ролике. Посмотрим к концу этого, насколько это получится большой и интересный вам. Если хотите, то сравним с оригиналом, конечно. Вот. Так. Еще шарик. Еще какие-то штуковины. О, а это уже не похоже на шарики. Это тоже похоже на эти детали, которые лепятся к большим шарикам. Как здесь их много. Я просто в шоке от количества. Я просто в шоке от количества. Да, и, друзья, будьте внимательны. Это комплект только запасных шариков. Все. Больше здесь ничего нету. Вот. Еще всякие аксессуары. Еще всякие элементы. То есть, вы понимаете, мы их отсюда будем брать и лепить на шарик. Если сами шарики сдуваются, то вот с этими частями ничего не происходит. Так. И здесь еще куча всяких аксессуаров. Просто которые лепятся сверху. Это уже тоже не шарики. Это тоже всякие дизайнерские элементы. Тут, правда, грязющая какая-то. Как будто их просто заваливали. Ну, и так и есть, наверное. Наверное, вываливали. Но, знаете, когда вы берете такой набор, ничего, кроме шариков, здесь нету. Нечем их надувать. Набор ходит. Шарики надувают при помощи специального насоса, входящего в игровой набор. То есть, видите, какими мелкими буквами написано это. Поэтому, если кто-то будет покупать такой набор, то знайте, что он бесполезен без вот этой штуковины. То есть, это просто набор. Ну, хорошо, если у вас есть оригинальная вот эта игрушка, которая настоящая, которая сильно дороже стоит. Как же она называется? Я посмотрю попозже и вам скажу. Там было такое, помните, устройство. Вот такое большое, где мы нагнетали этот воздух. Шарик с помощью иголки протыкали там его. И он надувался и держался в таком виде. А здесь вот этот набор, непосредственно который работает сам по себе. Так, здесь мы видим 104 шарика и 110 аксессуаров. Я правильно назвал аксессуар аксессуаром. Так что, здесь все в порядке. Но, опять же говорю, в этом, наверное, есть плюс. Если у вас есть оригинальный набор, настоящий, допустим, но кончились шарики, то просто пойти в фикс прайс и их купить в этом наборе. Тут ничего лишнего нету. Просто для игры полно всего. Так, и вот я открываю коробусечку и достаю оттуда... Ой, господи, боже, все развалилось. Достаю оттуда КТ. У меня белый. То есть, видите, цвет... Где-то написано, какой его цвет у меня? Нет, нигде. Видимо, можно только открыть и посмотреть. Вот. Тут внутри сам КТ. Вот такой вот надувательный. Мандарин, умеешь ли ты надувать шарики? Вот, можно ли тобой... Получается, вот у него хвост такой, и с помощью этого хвоста мы будем нагнетать воздух сюда. И вот устройство для надувания шариков. Вот оно здесь, вот это устройство. Так, иголка, видимо, здесь у нас будет на пружине. Главное, чтобы у нас это все было безопасно, потому что та штука с вылетающей, такой протыкающей иглой. Сюда мы будем размещать шарик. Вот так, раз. Ставить его сюда, размещать его сюда, закреплять. Вон, да, вылетела иголка, точнее, вылезла иголка. Видно вам или нет? Давайте я вам попробую показать это. Вот она, посередине, под этой вот штуковинкой. Вон она, сейчас появится. И сейчас появится. Как это так показать? Вот, вылезла иголка. Ну, в общем, поверьте, по центру вылезла иголка. С какого-нибудь ракурса вы ее доведите. Вот, затем мы устанавливаем вот эту штучку и начинаем надувать таким образом шарик. Прикольно, что в прошлый раз, как бы в том оригинальном наборе, это не было какое-то животное или какая-то странная штучка. Это был просто такой, типа, аппарат. Здесь же это вот прямо кися. Кися. Непонятный ключик сверху. А он зачем? Инструкция подскажет мне, зачем. Вот мы вставляем. А, он помогает блокировать вот эту штуку наверху. Вот здесь как сделано. Вот так. Размер шарика, чтобы выбрать. Размер... А, или нет? Или нет? А как это работает здесь? Это чтобы она просто не болталась, я так понимаю. Это у нас просто размер шарика будет определяться на глаз. То есть, мы его определяем. И вот когда он дойдет до сюда, вот до этого момента, до сюда, до сюда-ва, дойдет, то она, то есть, больше его надувать уже нельзя. Это максимальный его размер. Ну, и сколько там шариков в комплекте? А в комплекте, друзья мои, всего здесь в оригинальном, всего ничего. Всего четыре, что ли, или даже три шарика. Я даже не понимаю, или два. Тут где-то написано, сколько идет в комплекте. В наборе есть все, что необходимо, чтобы собрать причудливую фигуру. Но очень необходимые. В набор входит комплект для сбора одной фигурки. Вот, понятно. То есть, это, считайте, стоит, эта игрушка стоит 400 рублей. Вот, чтобы вы понимали. Так, наверное, и назвать надо будет. Вот это все, это игрушка за 400 рублей в фикс прайс. Они взяли и разделили набор, по сути, да, они положили сюда много шариков. Но это без этого вообще не имеет смысла. Как и это без этого не имеет смысла. Это стоит 400 рублей. Вы поймите, да? Вот, то есть, в фикс прайсе они стали разделять. Ну, понятно, сейчас курс и все. И, видимо, как бы, ну, теперь нас ждет такая судьба. Все будет дороже. Значит, здесь в комплекте у нас липун. Вот, все, давайте покажу вам все, что есть в этом комплекте за 200 рублей. Ну, то есть, я не понимаю смысл покупки отдельно только одного товара. То есть, по-любому, чтобы поиграть хоть немножко в это, нужно заплатить 400 рублей. И надо посмотреть, сколько стоит оригинал. Потому что там было побольше шариков. Может быть, он будет стоить там больше 1000 рублей. Если это уже имеет смысл. Если дешевле, чем 1000 рублей с каким-то скидком, то... Если он стоит 600-800, то, соответственно, мне кажется, лучше взять, наверное, оригинал. Хотя, можно потом добирать, как минимум, вот эти вот шарики. Так, есть глазки. Есть еще вот такая пупырка. И есть гребешок и хвостик. Вот. И еще вот такой гребешок. Есть. И вот такая вот штука. Липучка. Липучечка. Липучечка. Окей. Хорошо. Для того, чтобы нам собрать фигурку, нужно сделать всего ничего. Очень все простое действие. Для этого мы берем вот этот шарик. Берем эту колбу и бьем ей полбу. Производители, которые, конечно, делают вид, что они продают по 200 рублей всего за игрушку. То есть, это, понимаете, очень-очень-очень-очень сомнительная тема. Так. Закрываем. Вот так вот. Все. У нас проткнулся этот шарик. Вот у нас есть ограничитель. Точнее, здесь в данном случае не ограничитель. Так неудобно, наверное, будет смотреть. Нам, наверное, лучше перевернуть, чтобы к нам были вот эти... Вот эти вот, как это называется, пузырьки, которые показывают размер. И мы начинаем нагнетать туда хоба. Хоба, кривовато, да? Ну, давайте сразу... Как-то у меня кривовато получилось. Наверное, ну, я вспомнил. Я вспомнил. Все. Так, не смотрим на этот шарик. Вот, понимаете, если вдруг неправильно что-то сделали, то это сразу будет печаль. То есть, мы вначале вставляем вот эту штуковину. Ой, тут что-то на нее прилипло. Так, вставляем какую-то штуковину. Закрываем. Теперь вот так вот здесь запираем это на ключ. О, здесь повозиться. Там это было попроще, по-моему. Теперь ставим вот сюда, вот так. Теперь отпускаем. И уже вот теперь мы надуваем. Хотя у меня все равно получилось бог знает что. Может быть, все шарики такие в этом наборе. Достаем этот шарик. Капитошечку вот эту такую маленькую. Вот получилось капитошку. Эти шарики прикольны тем, что они липнут друг к другу. Но, по идее, тут не должно быть вот этого. То есть, все получится должно довольно ровно. Липнут друг к другу. И еще с помощью вот этих штучек можно. Все это липнет вот так вот, чтобы нам не мешались вот эти вот соединялки. Вот эти вот так. По идее, вот для этого, по-моему, сделано. Хотя нет. Вот так, допустим, соединили. Ну, давайте сделаем вот такого какого-нибудь стандартного чудика. А глаза что? На двустороннем скотче, что ли? Надо отлеплять, нет? По идее, вроде они должны сами клеиться. Но ничего-то пока не очень получается. Пока не очень получается. Ну, вот так. Плоховато. Но держится. Нет, очень плохо держится. Шарики почти не липкие. Возможно, из-за того, что слишком сильно раздулись. Сейчас попробуем другие проверить и посмотрим, как это получится. Вот, по идее, вот тут такой гребень какой-нибудь можно добавить. Вот это вот что? Это не шарик. Его нельзя надуть. А точно? Давайте проверим. А давайте проверим. А давайте проверим. Может, это шарик? Может, это... Может быть, я путаю? Потому что он выглядит... Нет, он даже сюда не залезет. Так, значит, это куда-нибудь сюда. Типа хвостик. Это еще какой-нибудь... Это будет у нас носик. А это у нас будут крыло. Одно. Это вообще из этого набора или из другого? Что-то я... Могу ошибаться. Может, это у меня выпало из вот этой пластиночки. Видите, вот они вот такие вот. Ну, допустим, окей, должно было быть, может быть, здесь два крыла. Вот таких вот чувачков можно делать в этом наборе, в этом сете. Вот. Ну и, соответственно, вот второй набор, который позволит вам больше экспериментировать, больше всячески творить. Вот. Меня все-таки хочется... Мне хочется посмотреть. Инструкция. Давайте еще раз смотрим. Берем, достаем, прижимаем стержнем шарик, да, закрываем, устанавливаем, да, убираем, установите фигурку, убираем, установите сферу до игрушки до упора, достаньте ключик, теперь игрушка будет работать как насос. Поднимите ручку вверх, пока шарик не надуется необходимого размера, указанного и так далее. Чтобы достать игрушку, все. Ну, у нас главная проблема пока с надуванием присутствует. Возьмем какие-нибудь вот из этого набора. Может быть, здесь просто кривые они. Возьмем из этого набора. Они здесь какие-то более липкие. Может быть, просто в том наборе недостаточно качественные изначально. Так, устанавливаем, закрываем на ключ. Ну, так, вставляем, точнее, эту палку. Устанавливаем сюда. Вот так вот ставим. И теперь убираем, извлекаем ключ. Вот. И теперь надуваем. Я пытаюсь максимально просто надуть его. Думаю, насколько это получится. Зашел уже за все грани максимальности. Практически полностью его надул. Вот он надулся. Но, короче, шарики... Сейчас проверю. Пойду, прям придется мне проверять, искать оригинал, чтобы понять, в чем причина. В шариках или в этом. Ну, я не смогу оригинальные шарики найти, потому что у меня они все закончились. Насколько я помню. И... Давайте еще один попробуем. Хорошо. Открываем. Запихиваем. Все делаю точно по инструкции. Мало того, у меня была подобная игрушка в этом наборе. Так что, вот так. И теперь опять еще раз убираем. И... Нет, он все равно с этой пупыркой делается. Пойду искать оригинальный набор. Итак, вот тут пришла еще одна котичка, которая больше похожа по виду на это. В общем, я, к сожалению, не нашел, как назло пропала эта штуковина, которая... Она была все время у меня где-то на виду. Что-то решил убрать, что ли, или что. Так что, приношу свои извинения. Не смогу проверить с этой оригинальной. Может, потом где-нибудь размещу пост или, может, видос какой-нибудь. Но я научился делать почти идеальные шарики. Вот они. И они действительно липнут. Потому что, если вы надуваете вот с такой пипкой, то у нас вся липучесть почти пропадает. То есть, оно должно равномерно распределиться. Для этого мы делаем что? Мы берем какой-нибудь шарик. Ну, давайте в этот раз возьму желтый. Сейчас, небось, не получится. В общем, мы обязательно вот так вот их ставим сюда ровно. Далее мы, значит, ставим ровно. Далее мы закрепляем. Обязательно прижимаем чуть-чуть вот так, чтобы вот по центру желательно было. Вставляем ключ. Вот так. Теперь устанавливаем сюда. Поворачиваем. Протыкает игла. Вытаскиваем ключ. И теперь главное нам сделать очень медленный первый вот этот надув. Вот так. Раз. И вот у меня получился он кривой опять, да? Ну, мне кажется, это шарик Браков. Только что сделал четыре шарика идеальных за кадром, и в кадре опять получилось не так. Так, еще раз. Берем желтенький шарик. Устанавливаем ровно. Втыкаем эту штучку. Устанавливаем. Протыкаем. Убираем ключ. И дальше супер медленный. Первый надув должен быть медленный. Или не должен быть. Или средний. Не понимаю. А, что с этими шариками так? Нужно какую-то выработать оптимальную схему. Я уже думал, что все. Лайфхак готов. Устанавливаем. Ключ. Ставим сюда. Поднимаем. И первый... А, забыл. Неправильно будет сейчас. Первый надув. Ну, сейчас все понятно. Я неправильно ее сделал. А, а, бомбит. Бомбит. Давайте розовую возьму. Может, с розовыми у меня получается лучше. Устанавливаем. Сюда ставим. Зажим... Так. Ставим ровно. Зажимаем. Вставляем ключ. Устанавливаем сюда. Протыкаем. Убираем ключ. Все. Теперь делаем надув. Все. Теперь стало получаться. Как так это работает? Все. Вот идеальные шарики. Короче. Ну, найти этот способ в итоге можно. Главное просто приноровиться. Бракованных шариков будет много. Но у нас этих шариков много тоже. Шариков много. И бракованных много. И, в общем, тренироваться есть на чем. Максимум можно взять две таких штуковины. С набором шариков. Вот опять. Мне кажется, криво он проткнулся. Ну, ладно. Пробуем. Главное, чтобы шарик стоял идеально ровно. Я так понимаю. Все, что-то пошло все не так. Все пошло не так. Может, гла у меня скривилась. Может, еще еще. Ставим шарик. Давайте попробую супер ровно поставить. Ставить вот эту. Теперь ставим сюда. Протыкаем. Убираем. И... Да что ж такое. Все, я отчаялся. Все. Все. Я не могу больше. Не могу больше это терпеть. Интересно, что будет. Бах. Будет бах. Извини, Скорлуша. Произошел бабах. У меня шарик сюда и сюда. Он везде. Смотрите, что произошло. Класс. Ну, это прикольно хотя бы. Смотрите, его как раз плющило, размазало по всей этой штуке. Я все сломал. Так не надо стоить. Зато вы знаете, как не надо делать. Хороший пример. Сафронов. Все теперь в этой липучке здесь. Вот такое вот надувательство из фикс прайса. Ну, кто-то скажет там, типа, я неправильно делаю. Возможно, потому что вот у меня получилось 4 сделать. Буду честен. Получилось идеально сделать. А остальные нет. Но вот есть чем позаниматься. Заняться дома, так сказать, попрактиковаться с этим совсем. Может быть нормально, может быть нет. Как-то так. Пока я смотрел, я не понял, очень много подделок на унис. И я не знаю, какие в магазинах настоящие, какие подделки. Но вроде вот в плеере вряд ли. Смотрите, стартовый набор 500 рублей всего стоит. Набор шариков стоит тоже где-то 500. А это большие шарики 500 рублей стоит. То есть, ну, в целом получается, да, в два раза просто дешевле. Но работает это вот так. Если у вас есть эта тема, я, наверное, думаю, что шарики имеют смысл быть. Я думаю, что особенность в этой штуке, скорее всего. Хотя не могу точно судить. Но 500 рублей. Так что вот и вот еще какой-то магазин 500 рублей стоит. Это, скорее всего, оригинал. Так что не сильно это и выгода в этом надувательстве. На этом все, друзья. Был такой вот обзор. Рассказал вам, показал под минимум по ценам. Мы сравнили. То есть, в целом этот комплект стоит 400 рублей, да. А вот в оригинальном наборе за 500 там идет много шариков. Ну, то есть, прилично прямо. Сейчас какой-нибудь магазин открою. И вот мы смотрим на картинке, сколько шариков. Сколько шариков. Тут, наверное, должно быть написано где-нибудь в описании. Сколько шариков-то в наборе. 36 шариков. 36 заготовок. 36. Когда тут у нас всего 2. То есть, в наборе... Вот оригинальный за 500 набор взять. И эти шарики... 36 шариков хватит, чтобы понять, как играть. Здесь же точно непонятно. Вот теперь выяснили. Все, друзья мои. Пока. Был такой обзор. Все даже без оригинала. Мы поняли суть этой игрушки. То есть, за 500 рублей оно себе такое. Лучше взять те же самые 590 вон там рублей. Те же самые... Здесь 400, 398 рублей. Те же самые практически деньги. А только все-таки оригинал и китайская фигнюшка. Все. Пока. Всем удачи. Ставьте лайки. Сходите во вкладку видео.